Очевидцами этой дорожной трагедии стали работники автозаправки, расположенной вдоль трассы в десятки метров от места ДТП. По словам свидетелей, катастрофа произошла днём примерно в 12 часов. В четырёх километрах от города, недалеко от автомобильного круга Бозарык, столкнулись грузовой автомобиль Хова и микроавтобус Мерседес Принтер. Обе машины ехали в Шимкент со стороны Тараза. Камаз ехал впереди и, включив поворот, поворачивал налево к нам на заправку. Сзади него ехал микроавтобус и врезался в него на скорости. Я подошёл к месту аварию сразу и увидел, что в микроавтобусе было очень много людей. Он был полный. По предварительным данным, в микроавтобусе находился 21 человек. Уже через несколько минут на место ДТП прибыли усиленные наряды полиции, пожарные и около десятка карет скорой помощи. Но оказать помощь врачи смогли не всем. Девять человек погибли на месте ДТП. Десять человек были доставлены в городскую больницу скорой медицинской помощи. В реанимационном отделении доставлено с места ДТП семеро пострадавших. Трое из них в агональном состоянии и четверо тоже в крайне тяжелом состоянии. У всех аналогичные травмы. Открытые черепно-мозговые травмы, уши мозга, перелом черепа, челюсти, тупая травма грудной клетки, множественный перелом ребер и перелом конечностей. И трое из них в момент поступления скончались, так как травмы не совместимы с жизнью. А четверо у нас находится сейчас в двое в крайне тяжелом состоянии. К расследованию этого ДТП уже приступили дознаватели Департамента внутренних дел. И у них уже есть первые заключения причины автокатастрофы. Дорожно-транспортное происшествие совершил водитель автомашины «Мерседес Спринтер», который пытался обогнать грузовую автомашину «Хово». «Хово» автомашина совершала маневр влево на территорию АЗС. В это время автомашина «Мерседес Спринтер» пыталась обогнать и совершила столкновение с автомашиной «Хово». То есть две машины держали одно направление. Оба водителя в результате ДТП остались живы. Сейчас полицейские устанавливают личности пассажиров микроавтобуса. Пока удалось выяснить данные одного погибшего мужчины. Это гражданин Узбекистана 1976 года рождения. По факту ДТП с гибелью людей возбуждено уголовное дело.